Добрый день, уважаемые трейдеры и инвесторы. Сегодня 1 февраля среда. Представляю вашему вниманию очередной обзор рынка Форекс по основным торговым инструментам. Итак, сегодня у меня одна статья пока по натуральному газу. Вот, напоминаю, сегодня очень важный день. Все, естественно, аналитики трезвонят о том, что сегодня фомки, ставка и пресс-конференция. Но мало кто знает, что еще до ставки две мощные новости по американскому доллару. Это предварительные нонфармы в 16.15 по Москве, в 18.00 пемяйки. Это деловая активность в производственном секторе и в 18.00 открытые вакансии на рынке труда. И только после этого, после этих 18-часовых по Москве новостей, у нас будет даже не сама ставка интересная, а будет интересная пресс-конференция, которая пройдет после процентной ставки. Мало кто об этом знает, надеюсь, вы осведомлены. Давайте посмотрим, что можно поторговать сегодня и переключимся к графикам. Поехали, друзья мои. Итак, перед вами Метатрейдер и котировки золота, которые мрачно растянулись по графику в надежде на 2000 долларов за тройскую унцию. Ну, логично предположить, что такие цены могут произойти, потому что мы торгуемся в районе 1920, а доходили почти до 1950. Что любопытно? Любопытно то, что вчера золото закрыло довольно качественный, на первый взгляд, качественный пин-бар, который глаголит о том, что рынок должен расти. И я думаю, что он даже может какое-то время и подрастет. Но с другой стороны, золото оставило внизу довольно много долгов. Да, вчерашний импульс снял много стопов, и это действительно может привести к росту, к перехаеве и так далее. Но с другой стороны, аукцион внизу полностью не разгружен. Даже основание вот этого инициативного бара не было пробито. Да, давайте проверим на часе. Вот он инициативный бар. Фактически, можно сказать, нет. Вот он инициатива. То есть, я говорил о том, что вот эта вот площадка, скорее всего, будет забрана. Вот, и, в принципе, так получилось. Вот так получилось. Американцы откупили, прям мрачно откупили. Азиаты пока спят. Вот, но, но, все-таки, все-таки интрига, интрига может быть вот такого плана, друзья мои. Вот такого. То есть, выносим вот эти хая, и здесь присматриваемся к шортам. Может, конечно, и дальше пролететь. Вот, поэтому ждите, ждите что-то вот такого. Вот, к примеру, инициатива, особенно, если она произойдет на пресс-конференции в 22.30. Вот они в 22. И дальше вот сюда. Вот еще было бы идеальный вариант. Евро-доллар. Евро-доллар тянется. Тянется. Я вчера давал сценарий на понижение, как раз от той зоны, где мы сейчас стоим по евро. Евро знатно растянулся. Почему? Потому что обещают, что Павел будет голубем, а Кристин Лагард будет ястребом. Вот так вот играются богатые чиновники. Что здесь интересно? Тоже вчера на дневках по евро такая вот хороший пин-бар. И, казалось бы, опять затягивает в ланги. Но то же самое, что и по золоту, внизу осталась вот эта площадка. И я не понимаю, почему ее не захватили. Раз ее оставили, значит, это было кому-то вчера нужно. А раз это было кому-то вчера нужно, значит, он, наперед, надеется на какие-то данные сегодня. А, как вы знаете, кто владеет информацией, тот владеет миром. Вот те, кто вчера остановили вот здесь, те и владеют информацией. И, на мой сугубо некомпетентный взгляд, мы должны сюда вернуться. Это может произойти двумя способами. Либо мы действительно удержимся на вот этом сломе. Вот, и, допустим, сейчас там со стопом в 260 по пятому знаку можно вшортить с целью там 850. Вот, либо мы пробиваем, ну, либо вот так, да, либо мы действительно пробиваем это все дело. Вот, и уже сверху, сверху опираясь, естественно, на импульсы, откаты. Ну, примерно как по золоту, да, только вот здесь сверху, вот так вот, добиваем вот эту площадку. Может, дальше пойдет, здесь тоже есть свои цели. Вот, ну, примерно вот такой вот план. То есть, либо со стопом, либо повыше и попытки зацепиться, но уже с большим потенциалом. Фунт-доллар, фунта, та же самая история. У него был по хаям маленький пробойчик, да, вот здесь вот маленький, ну, не знаю, насколько он актуален. Тоже внизу полно денег, вот здесь вот есть куда падать на самом деле. Ну, вот, и просматривая много инструментов, в том числе и иену, у меня складывается картина, что после какого-то заброса вниз, да, мы должны потом уйти на укрепление американского доллара. Давайте, ну, в принципе, паение план сохраняется, то есть, площадка внизу, возможно, подзакинуть вниз и дальше просто двигаем вправо, примерно вот так. Все это давление, все это хорошо, должно уйти наверх. Но, может так получиться, что, допустим, импульс дадут сначала вверх. Если он будет ложниковый, мы сдуемся, то, конечно, дальше будет продолжение движения. Ну, к примеру, да, допустим, бахнут вот так наверх, оставив вот здесь лоя. Ну, потом сдуются, вот, это с откатикой лучше, конечно, давать шорта, да. То есть, надо смотреть, кого заберут первым, чтобы все-таки понять замысел маркетмейкеров. Пока этот замысел я понимаю, как все-таки на укрепление американского доллара, но через такое коррекционное ослабление. То есть, бакс просаживается, выносит и дальше космос. Космос может быть тогда, когда, ну, либо Павел подымет больше, чем обещал, вернее, больше, чем от него ожидают, либо подымет так же, как и ожидают, но на пресс-конференции будет жестить, к примеру. Почему бы нет? Я читаю довольно много статей на Бломберге, и очень многие финансисты весь этот позитив, который сейчас происходит, в том числе и на фондах в американском рынке, не поддерживают. Возможно, Павел обратит на их мнение внимание. Так, доллар-франк. Доллар-франк снижается. Вот, и сегодня, кстати, будет довольно любопытный денек, именно для набора лонгов, если бакс просядет. Видите, у нас какая-то интересная ситуация. То есть, мы отрабатываем франк через сетки, вот, фактически хеджируя укрепление доллара через, ну, через, там, допустим, евро-доллар, фунт-доллар. То есть, там в импульсном методе мы заряжаемся в одну сторону, а здесь в другую. Здесь разгружаемся сетками, а там с помощью импульсов. Это очень интересный подход. Я думаю, что если его внимательно проработать, здесь можно найти очень любопытный перекос для себя. То есть, здесь сетки в одну сторону, а там импульсы в другую. И это интересный хедж такой, именно по баксу. Канадец-франк. Канадец-франк пока спит в своем флете. Вот, надеемся, что он проснется все-таки через перехай и оттестирует уровень 1, вернее 0.70, почти 1. Четвертый месяц мы держим лонги. Ну, вот, надеюсь, что вы это делаете на счетах без начисления свапов с Инстафорекс по моей неувидающей партнерской ссылке, которая находится под этим видео. Мне, в принципе, ну, когда сидишь в позициях бесплатно, по большому счету, все равно, сколько сидеть, вот, рано либо поздно это все расторгуется. И это возможно исключительно в Инстафорекс и исключительно по моей партнерской программе. Так, канадец-иена. Канадец-иена мне интересует лонги только на пробуле минимума текущего года, пока инструмент здесь не прописался. Напоминаю, что все красы мы анализируем и торгуем исключительно в рамках сеточного метода торговли. Франк-иена. Франк-иена подрастает, но диапазон моих интересов показан с синими прямоугольниками. Ауди-кат начал немножко возвращаться. Надеюсь, вы фиксанули первую тысячу пунктов и возрадовались этой прибыли. Если вы очень амбициозный парень, то держите до 93-го уровня. Назеландец-канадец. Начал снижаться, слава богу. Есть все-таки форекс-боги, которые услышали наши трейдерские молитвы. Ждем, когда инструмент вернется на 82-й уровень, оттестирует свое зеркальце. Дай бог ему здоровья. Новозеландец-франк тоже начал сдуваться. Видно, по Новой Зеландии вышли новости, и инструмент просел. В любом случае, зона интересов показана синими прямоугольниками. У меня на графике шаг набора сетки по этому инструменту составляет 500 пунктов по пятому знаку. Австралиец-Новозеландец штурмует ХАЯ. Ну, это потому, что Новозеландец просел. В принципе, инструмент подрастает. Те, кто, собственно, дождался 50-ти процентного отката от вот этой шартовой инициативы, те заработали гораздо больше денег, чем ваш покорный, но, к сожалению, недальновидный аналитик. Нефтяночка, нефтяночка. Сегодня запасы. Обратите внимание, я вчера рисовал, откуда нефть отскочит. Банальнейшие уровни поддержки сопротивления. Но, как бы, не такие, как привыкли люди чертить их на весь экран. Мне интересуют именно такие сломанные. Я их называю зеркальные уровни. Ну, и те, кто цепанулся вчера в лонге, мог поиметь почти 3 доллара роста. Биткоин. Биткоин пока спит в своем диапазоне. Если бакс окрепнет, допустим, на выступлении Пауэлла, то биточек тоже просядет и, возможно, даст откат, от которого можно попытать лонговое счастье. По схеме, показанной у меня на графике. Тесла продолжает расти. Мы ее уже больше не смотрим. Подзаработали и, слава богу. Так что по американской фонде. Американская фонда пока бьется. Бьется в афлете. В афлете. Ну, естественно, ждут все Пауэлла, что он скажет, какие будут доллары дорогие, либо дешевые. Если доллары будут дешевые, то будет скупать все за дешевые баксы, индексы. Ну, не индексы, а акции, к примеру. Если баксы будут дорогие, фонда посыпется. Ну, примерно так все, как обычно. Кстати, что у нас с индексом доллара? Индекс доллара прямо в печали. Это не разворотная конструкция. К сожалению, бакс продолжает слабеть. Но, опять же, как бы это все не натяжка перед новостями. Потому что однозначно тянут кота за котировку. Прям видно. Всю Европу тянут на ослабление бакса. Сейчас выйдет Америка, всех раскидает. Но, опять же, надо понимать, что первые импульсы, которые проведут в 16.15, это будет одна новость. А в 18.00 две новости. Это будет совершенно другая часть данных. А в 22.00 и 22.30 будет третий пакет новостей. И вы должны понимать, что эти импульсы могут коррелировать друг с другом, а могут и нет. Так, переходим к опасным курсам. Таким, как Еврокат, который я рекомендовал набирать на перехае солнечного октября 2021 года. Продолжайте удерживать. Если будут новые забросы, набирайте шагом не менее 1000 пунктов. А лучшую даже и полторы. Еврофранк пока не в дамках. Евроауди тоже пока не дошел до зоны наших интересов. А, и сегодня интересная торговая идея, которую мне подсказали ребята из нашего трейдинг-чата. Напоминаю, кстати, чат, который закреплен по ссылке под этим видео, не является торговым. Мы там просто общаемся с трейдерами. В торговом чате мы торгуем. Как туда попасть, пишите в первом чате. Вот такой квест. Блин, надо QR-код было еще вставить. Забыл. Так, что здесь любопытно. Натуральный газ, друзья мои, провалился просто в бездну. Стоит 2,70. 2,70 стоил примерно 2,50. Классное место. Начать его набирать в ланге. Экспирация 25 числа. Времени вагон. Если похолодает, а такое может быть, друзья мои, мы можем приподняться хотя бы до 3,5. И здесь вы можете спекулятивно обогатиться. Пока еще без привлечения к административной либо уголовной ответственности за валютные спекуляции. Было такое, но, как вы помните, все вернется. Кто его знает. Так, поэтому, смотрите, классное место. Здесь газ чувствовал себя великолепно в 2020-2021 году. Сейчас он опять упал. Это не тот газ, который торгуется на бирже TTF. Но, в общем и целом, как минимум рассчитывать на корректоз по энергетическому инструменту в то время, когда спрос на него может резко взлететь в любое время. Просто из-за какого-нибудь похолодания вполне себе неплохо. К тому же он падает. Потерял в цене почти с 10 долларов. Он упал до 2,5. Я думаю, неплохие ценники для набора лонгов. Присмотритесь, друзья мои, к этому инструменту. Переходим к ответам на вопросы на YouTube-канале по вчерашнему видео. Шесть комментариев. Сначала новое. Поехали. Ядов. Крупные подземные хранилища Европы остановили до 3 февраля. Остановили. Они куда-то шли и их остановили. Понятно. Значит, они где-то стоят. Ядов. Платину. Вообще, кто этот нибудь торгует обзором, что-то не видел. Платина. Есть такой инструмент. Давайте посмотрим на него. Я уже забыл про него. Металлы. PLF. Да, называется он. Шаблон. PLF, PLF. Ну, такой вот PLF. Да. Да. Недельный график. Недельный график. Ну, не знаю. Если бы я торговал платину с 15-го года вот в этом диапазоне, наверное, что-нибудь заработал бы. Прям дико флетит. Дико флетит. Ну, я даже не знаю, что здесь вам посоветовать. На недельном таймфрейме есть какое-то подобие слома. Вот такого, да. Ну, так себе. Можно начертить и так эту линию, да. И вы будете тоже правы. Но и здесь был слом. Вот здесь, видите. Вот здесь был слом и не один. Вот. Ну, примерно та же самая идея, что и по серебру. Вот. Если бы дали еще чуть-чуть, то можно было вот так бахнуть. Ну, опять же, вы берете там чуть ниже тысячи, вот, а хотите увидеть там 1200, 300, 500, вот так. А риски где-то за 800. Ну, в среднем, да, да, любопытно. С нами общается только Ядов. С 1 февраля вступила антипрайскеп по нефти. Что готовит нам рынок? Куда двинуться котировки? Я не знаю, куда двинуться. Мы торгуем сломы. Есть лонговый слом. Работаем по нему. Есть хорошая цель. Я держу нефть. Вчера дат добавился. И надеюсь на 80, по-моему, 3 и 93. Я об этом писал. Так, еще один вопрос. Отлично отработала немажорная аудио НЗД. Среагировала на слабый отчет по безработице Новозеландии. Ну, вот представьте, господин Ядов, вы так и не представились. Как же вас зовут? Что мы не знаем, что было ночью по Новой Зеландии. И помешало ли бы это нам заработать денег или нет? Ну, не знаю. Когда много информации, наверное, тоже не очень хорошо. Так, а почему? Вроде как это были другие вопросы. Нет? Нет. Ну-ка, давайте еще разочек обновим. Да, на этом все. Так, друзья мои, друзья мои. Что еще раз напоминаю, что сегодня несколько новостей по доллару. Все ждут, естественно, вечерних, но активность будет с 16-15 по Москве. Предварительные нон-фармы, которые, кстати, в прошлом месяце очень сильно волатильно отыграли. Прям сильнее, чем официальные нон-фармы. Это очень важно. В 18.00 пимяйки и в 18.00 также открытые вакансии. Это прям мощные новости. Они могут скоррелировать. То есть зеленая, зеленочка крупная пимяйки и зеленочка открытые вакансии. Либо все вместе красное, понимаете? Либо они будут смешанные. То есть это надо тоже понимать. Вечером, вечером импульса тоже будет 2. То есть я уже даже где-то готовил это все дело. Так, нет, не здесь, не здесь. Вот, вот документик. Смотрите. 16.15. Что за ерунда? Вот 16.15. Видите? Раз, новость. В 18.00. Вот они, трех быковочки. Видите? Ну, без запасов нефти. Вот. Две. И в 22.00, 22.30. Два, две новости. Вот между ними полчаса. Вы должны это четко знать. Не кидайтесь сразу на новость 22.00. Особенно, если данные выйдут такие же, как и ожидалось. Это будет просто паника. Вот. Ну, психический срыв тридунишек, скажем так. Основная жара пойдет на пресс-конференции через полчаса. Наберитесь терпения и дождитесь именно начала пресс-конференции. Потому что именно на ней происходят адекватные тренды, а не как наставки вертолетов. В принципе, на этом у меня все. Понравилось видео ставьте лайк, пишите комментарии. И до встречи завтра утром на очередном обзоре рынка Форекс. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok